Билдинг Авордс вручается уже четвертый раз, и мы много экспериментировали с тем, что, собственно говоря, нужно давать и кого нужно награждать. Именно сейчас, прежде всего, нужно поддержать, во-первых, российскую архитектуру, потому что это действительно очень-очень серьезная школа, и мне кажется, что именно за ней не только будущее проектирования, но, возможно, и будущее девелопмента. И почему мы решили в этом году, в дополнение к нашему строительному уровню, который является официальной статуэткой премии Билдинг Авордс, вручать деньги? Ну, во-первых, это 50 тысяч долларов. Это вполне явный материальный вклад в будущее того или иного архитектурного бюро. Я абсолютно убежден, что это деньги, которые не будут потрачены на приобретение чего-то, так сказать, роскошного и непонятного. Скорее всего, и мы очень надеемся, будут потрачены на обучение своих сотрудников, на, возможно, интересные деловые поездки ознакомительные. Мы, с одной стороны, показываем всему рынку тех архитекторов и те здания, на которые имеет смысл ориентироваться. С другой стороны, мы стимулируем активность архитекторов в правильном направлении. То есть мы хотим, чтобы они делали больше качественной архитектуры. И те, кто будут ее делать, будут, с одной стороны, получать эту премию, и эта премия отчасти является входным билетом в кабинеты достаточно многих девелоперов. А с другой стороны, это денежное вознаграждение, достаточно немаленькое, 50 тысяч долларов. Мы решили, что эта премия должна быть для тех, кого мы действительно хотим видеть, действительно для того, кого мы любим. И прежде всего, эта премия должна иметь какой-то, ну, правильный такой человеческий социальный характер. В этом году мы решили совсем по-другому награждать. И именно поэтому мы решили выбрать совсем другое место для данного мероприятия. На самом деле, вы находитесь в стенах мархи. Вы не поверите, этот зал был долгое время красным. И мы гордились тем, что он такой пожарной красной краски. Мы верили в то, что Маяковский, в свое время выступавший здесь, он выступал в красном зале. Революция. Ведь это здесь, в этих стенах, рождался великий футемас, удивительное совершенно явление в мировой культуре, такой же, как Баухаус, революционная образовательная школа. И здесь рождался московский конструктивизм. Вообще, все это чудо. Все, что происходит, в это трудно поверить. Потому что можно себе представить, а я могу себе представить, скольких усилий стоит, стоит создание этого события сегодня. Сегодня, здесь и сейчас. А если вернуться к критериям, вы знаете, я не очень понял вообще характер этой игры. И я как-то уже возвращаюсь снова и снова. И скорее, наверное, здесь вот осознаю суть происшедшего. И объясняю это следующим образом. По-видимому, Петр и его друзья обратились к опыту тех, кто в состоянии неким мысленным взором проникнуть в будущее. И глядя из этого будущего в сегодня, сумел бы понять, в общем, что представляет собой нынешняя архитектура. Деятельность жюри была очень затруднительна. Потому что выбрать было трудно по-настоящему. Я не могу сказать, что здесь были проекты с недостатками. Каждый проект заслуживает того, чтобы им восхищаться. С помощью жюри мы выбрали два здания, которые у нас были сформированы, собственно, в шорт-лист. Первое здание – это театр-мастерская Петра Фоменко, который распроизвел господин Гнедовский. Второе здание – это офисный центр «Эрмитаж Плаза», который спроектировал Сергей Киселев и его компания. Обязательно вспомню про заказчика – форум «Пропертис». Достаточно трудно было выбрать, кто же из них должен победить. А сейчас я вспоминаю, что я забыл про одну интересную вещь сказать. Поэтому я продолжу по поводу победителя попозже. Вот сейчас мне Александр Петрушков-Кудрявцев сказал, что деньги было бы неплохо давать неимущим, да, по-моему, так? Для беспризорных. Да, для беспризорных, да. Вот нам с Петром на самом деле так понравилась идея этой премии, что мы решили, что в дополнение к этой премии мы еще с ним учредили стипендию для студентов Мархи в размере 25 тысяч долларов. Мы пока еще не определились с ним, как мы, вернее, за что мы будем вручать эту премию. Но идея есть, и первый раз мы ее вручим в конце вот этого учебного года, соответственно, наверное, в июне или в июле 2010 года, и мы надеемся, что мы с ректорами, президентами и другими заинтересованными лицами в Мархи достаточно оперативно определим, за что и как мы будем вручать. Делаем мы это с одной простой целью. Нам хочется, чтобы у молодых архитекторов появились стимулы доказывать, проектировать, учиться, двигаться куда-то вперед. Я еще со своей стороны замечу, что вот Петр для Рус Резорт занимается проектом «Звездной деревни», где мы пригласили 15 архитекторов, которые будут проектировать для нас доступное и комфортное жилье, такой экспериментальный девелоперский проект, который мы делаем на базе Рус Резорт с помощью Внешэкономбанка. Так вот, одним из этих архитекторов тоже станет студент. Мы 12 иностранных архитекторов, два российских архитектора и один студент. Вот. Поэтому им тоже деньги достанутся. Вот. Возвращаясь к нашему шорт-листу, то вот тут, соответственно, у нас был театр «Мастерская Петра Фоменко» и офисное здание «Эрмитаж Плаза». На самом деле было достаточно трудно выбрать среди двух этих зданий, потому что в одном мы проводили премию в прошлом году, и оно нам безумно понравилось. Второе, к сожалению, мы знаем несколько хуже, потому что мы не работаем в «Эмпелкоме» и не можем понять, насколько оно хорошее офисное здание. Но неоднократно были в самом этом здании. И тоже остались только положительные эмоции. Но здесь важно… То есть я для себя определил между ними всего одно различие. Одно здание являлось некоммерческим, и там заказчиком выступала мэрия, по-моему, мэрия Москвы, да? А у второго здания заказчиком была частная девелоперская компания. А так как мы достаточно много внимания уделяем партнерству между архитекторами и девелоперами, для меня лично, как для председателя этого жюри, было очень важно показать всем остальным архитекторам и девелоперам, что между девелопером и архитектором может быть позитивное сотрудничество, которое выражается такими прекрасными зданиями, как «Эрминтаж Плаза». И поэтому мое решение – это именно «Эрминтаж Плаза». И я поздравляю Сергея Киселева, которого прошу подняться на эту сцену. Но вместе с ним я еще на сцену приглашаю Володю Зубрилина из форума «Пропертис», который был заказчиком данного проекта. Эту премию в 50 тысяч долларов мы попросим перевести на счет Союза Российских Архитекторов. Для того, чтобы ее публично распределили среди архитектора-ведеранов. Этот проект опровергает известную поговорку у семей Дианик «Дитя без глаза». Над ним работало большое количество разных людей, но они продемонстрировали, что когда люди талантливые, когда они любят то, что они делают, «Дитя» получается прекрасным, красивым, удобным. И это, безусловно, успех всего коллектива этих людей. Продолжение следует...